Искусство литофании появилось в Поднебесной как отличительный знак настоящего фарфора. Первое упоминание про ремесло датировано аж 14 веком. В 18 веке светящиеся чудо стали делать в Европе из глины. Узоры пользовались бешеной популярностью. В наши дни все происходит с помощью компьютерных программ. Мне в рекомендации попалось видео, где один очень интересный ютуб-канал рассказывал о том, как собственно все это делается. Ну и я решил попробовать эту технологию. Зашел в редактор этих литофаний, ну то есть на сайт, на который загружаешь картинку и полностью все настраиваешь. И настроил все, создал модель и попросил преподавателя напечатать. Дальше больше. Участники кружка робототехники мигом подхватили идеи и с увлечением стали делать новые модели. Можно делать любую вещь, допустим, любой формы светильник. Можно сделать много интересных вещей, возможно там какие-нибудь панно. На наших глазах происходит настоящее чудо. Картинка появляется за счет разной толщины пластика. Раньше на создание такого изображения уходили недели. Сегодня благодаря технологии 3D-печати понадобится всего 8 часов. В преддверии Дня Победы здесь напечатали серию праздничных литофаний. Одна из работ успела получить высокое признание. Второе место на городском конкурсе «Венок славы». Сразу после этого картинка отправилась на областной конкурс. Я решил сделать на этот конкурс одну из знаменитых картин «Знамя Победы». Поместил ее на сайт, отредактировал и поставил на печать. В ближайшее время работы выставят в музее Центра доп. образования детей и молодежи. Кружковцы уверены, их ждет настоящее признание в стране и за рубежом. Мария Бушкевич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.